Всем привет! Это видео о клинических признаках инфекции, которая известна как борновирусная инфекция у попугаев. И это заболевание известно давным-давно. Впервые его зарегистрировали в 1983 году у попугаев АРА. И лишь в 2008 году было установлено, что это инфекционное заболевание. Они очень много лет пытались выяснить природу этого заболевания, потому что большой процент птиц в питомниках всего мира погибал от этого заболевания. Но только в 2008 году удалось выяснить, что это вирусная инфекция. И это заболевание сначала называлось Macau Waste Diseases, то есть заболевание хронического истощения попугаев АРА. Потом со временем выяснили, что это заболевание есть не только у попугаев АРА, но и у других попугаев. И название было поменено на... изменено, вернее, в соответствии с наиболее часто встречающимися клиническими признаками попугаев. То есть это хроническое расширение железистого желудка у попугаев. Если сокращено, то это PDD. И долгое время эта инфекция была известна как PDD. И уже в последние годы по мере изучения патогенеза этого заболевания название снова изменили. Теперь это заболевание называется ганглионеврит птиц. Почему так, я расскажу в следующих видео, где я буду подробно обсуждать патогенез этого заболевания. А сейчас просто вам нужно знать, что борновирусная инфекция или PDD, или Macau Face Diseases и ганглионеврит птиц это одно и то же заболевание, которое очень распространено у попугаев, содержащихся в неволе. И в принципе это заболевание является одним из самых распространенных вирусных заболеваний у попугаев. Как в неволе, так и в условиях дикой природы. При этом на территории бывшего Советского Союза про эту инфекцию мало кто знает. На это есть ряд причин, которые я освещу в следующих видео, где будет речь идти о диагностике этого заболевания. То, что эта инфекция является одной из самых распространенных инфекций попугаев, говорят исследования, в частности исследования, проведенные в Европе. Так, в ходе большого исследования, которое было сделано в 2011 году, было обследовано почти полторы тысячи птиц из 215 коллекций, содержащихся во всех частях Европы. И в ходе этого исследования было выяснено, что почти 23% птиц в среднем по Европе являются носителями борновируса. И это очень большая цифра. В других исследованиях, которые были сделаны в Германии, было выяснено, что 32% клинически здоровых попугаев являются носителями вируса. То есть, уже большая цифра полученная. И более поздние исследования, которые были сделаны в Чехии и в Словакии, выявили, что в некоторых коллекциях зараженность борновирусом среди попугаев достигает 62%. То есть, больше половины клинически здоровых попугаев являются носителями этого вируса. И это очень большая цифра. Тем более странно, что про эту инфекцию на территории бывшего Советского Союза мало кто знает у нас. Я впервые с этой инфекцией столкнулся в Москве в 2003 году. Обнаружил это заболевание у попугаев Жако. И тогда еще была неизвестна природа этого заболевания. Было неизвестно, что это вирус. Вот сейчас уже известно, что это вирусное заболевание. И мы много знаем о патогенезе. Но об этом попозже. А в этом видео я вам покажу наиболее частые клинические признаки заболевания. То есть, как эта инфекция проявляется у попугаев разных видов. И самым частым клиническим признаком заболевания ПДД или борновируса является нарушение пищеварения. При этом у птицы появляется тошнота. У птицы появляется отказ от еды. Попугай малоподвижен. Как хорошо видно на этом видео, обратите внимание, что попугаи находятся в оцепенении. И один из часто проявляющихся клинических признаков заболевания на продвинутой стадии этой инфекции – это появление непереваренного корма в помете у птицы. Вот на этом фото хорошо видно, что непереваренное зерно сохраняется в помете. И для владельцев птиц нужно помнить, что никогда появление зерна в помете не является нормой. То есть, в помете зерна и остатков пищи, видимых невооруженным взглядом, видно быть не должно. И если вы видите вот такой вот помет, который говорит о том, что у птицы очень серьезная атония кишечника и желудка, это говорит о том, что у птицы очень серьезные и давние проблемы, потому что такой помет у птицы появляется на поздних стадиях развития борновирусной инфекции. Также у птиц, у которых поражен желудочно-кишечный тракт, у них развивается атония зоба. То есть, очень часто можно видеть истощенного попугая, у которого отвисает зоб. И это является также одним из признаков того, что у этого попугая развивается ПДД или борновирусная инфекция. Другой, самый частый признак развития этой инфекции – это атаксия. Атаксия, то есть, птица малоподвижна, у птицы нарушается движение, нарушается координация движения и нарушается, значительно снижается алертность. Вот на этом видео хорошо видно, что попугай сидит обмякший на жердочке. Обратите внимание, что он очень низко сидит на лапах. То есть, он как бы так тифичком облегает жердочку. Он не реагирует на окружающую ситуацию. Попугай не реагирует на камеру. И он, кажется, что он спит. На самом деле, птица не спит. Птица просто, у нее нет сил, и ее нервная система не работает в таком режиме, как она должна работать в норме. Ну и попутно обратите внимание, что здесь в клетке есть цементная жердочка, которой никогда у попугаев в клетке быть не должно. Многие владельцы попугаев, у которых птицы страдают от пьеди, и у этих птиц начинают проявляться признаки атаксии, то есть, птицы с трудом держатся на жердочке, такие владельцы стараются поставить в клетку такие вот цементные жердочки в надежде, что птице будет легче держаться. Это большая ошибка. Не допускайте ее. Цементных жердочек никогда не должно быть в клетках у попугаев. Ну, это такое отступление от общего рассказа про этот вирус. Возвращаемся к клиническим проявлениям этого заболевания у попугаев. Вот здесь на видео хорошо видно, что попугай сидит, это тот же самый амазон, который был на предыдущем видео, он сидит также обмякший, и он постоянно беспокойно вычесывает область локтевых суставов. И это не просто вычесывание, это следствие того, что у птицы болевой синдром, то есть, у нее развивается артроз локтевых суставов, и птице больно, поэтому птица чешется. При этом, обратите внимание, что птица с трудом держится на жердочке. Она вот во время вычесывания, она чуть-чуть не падает. Это также следствие атаксии. То есть, у птицы нарушена координация движения, у птицы нарушена иннервация двигательной мускулатуры. Другим признаком, собственно, часто встречающимся при борно-вирусной инфекции является развитие болевого синдрома, которое приводит к самоощипыванию. Есть публикации, где у птиц больных самоощипыванием выделяли борно-вирус, и нужно понимать, что самоощипывание – это синдром, который встречается при различных патологиях, не только при борно-вирусной инфекции, но при борно-вирусной инфекции самоощипывание встречается довольно часто. И об этом нужно помнить всем владельцам птиц, страдающих от самоощипывания, потому что диагностика на борный вирус должна проводиться таким птицам в обязательном порядке, потому что это меняет весь ход лечения и дальнейший прогноз на выздоровление птицы. И, собственно, самоощипывание является следствием боли. Боль у птиц больных борно-вирусной инфекцией развивается из-за того, что вирус поражает непосредственно нервы и нервные окончания. При этом нарушается восприятие чувствительности, и птица стремится выклевать именно места, где находятся рецепторы, в том числе и рецепторы болевой чувствительности. И другая причина болевой синдрома, который возникает у птиц больных борно-вирусом, то, что практически все суставы поражаются вторичными инфекциями, развивается состояние полиартроза, поражаются межпозвонковые нервы, развивается ущемление межпозвонковых нервов, и все это ведет к болевому синдрому. И об этом нужно помнить. Другая клиническая картина, которая часто встречается при борно-вирусной инфекции, это проприорецептивный дефицит. Это значит, что у птицы теряется ощущение собственных частей тела, то есть птица не контролирует местонахождение, не чувствует местонахождение различных частей тела, то есть где крыло, где нога, птица не чувствует и не контролирует движение крыльев и лап. Вот так вот выглядит борно-вирусная инфекция у коррелы на поздней стадии развития. Это видео было предоставлено мне, моим коллегой Татьяной Сурковой, из клиники зооспес в Екатеринбурге, где проходило лечение этого пациента. К сожалению, птицу пришлось усыпить, но тем не менее для нас это очень важный и наглядный пример того, как выглядит борно-вирусная инфекция у коррел. Здесь типичный вид проприорецептивного дефицита, то есть птица не контролирует свое поведение. Другой пример проприорецептивного дефицита – это Александрийский попугай, мой пациент. Видно, что птица не контролирует движение лап, не контролирует движение крыльев. Вот в таком состоянии она может находиться часами. И при этом обратите внимание, что птица не реагирует на окружающую обстановку. Она также находится в состоянии некого оцепенения. И вот эти вот махания крыльями – это, собственно, судороги, судорожные движения, на которые нужно обращать внимание. Другой группой признаков борно-вирусной инфекции у попугаев является развитие хронической сердечной недостаточности. И на рентгене у таких птиц мы можем видеть увеличенное правое предсердие. Но о рентген-диагностике я буду говорить в следующем видео. Сейчас я рассказываю о клинических признаках заболевания. То есть, как хозяин больного попугая может заметить первые признаки сердечной недостаточности у попугая. Это, на самом деле, очень часто встречающийся синдром. Птица начинает падать с жерточки ночью, либо она резко начинает просыпаться ночью и метаться по клетке. И, казалось бы, такая безобидная проблема и часто встречающаяся проблема. Если почитать паблики, то очень многие хозяева спрашивают птицу мечется ночью, что делать. На самом деле, это признаки развития сердечной недостаточности. Так вот, при развитии ганглюневрита птиц сердце поражается так же, как и другие органы. И следствием этого является падение с присад ночью, либо внезапное просыпание и метание по клетке ночью. Поэтому, если птица у вас мечется ночью, она не испугалась чего-то, это значит, что у нее очень серьезные проблемы. Обращайтесь на это внимание. И также знайте о том, что это может быть проявлением ганглюневрита птицы или борной вирусной инфекции. Другой признак развития борной вирусной инфекции, так как этот вирус поражает центральную периферическую нервную систему, это слепота. При этом слепота может развиваться как из-за поражения зрительной зоны в головном мозге. При этом птица слепая на оба глаза, и глаз анатомически нормальный. То есть, при офтальмологическом исследовании у такой птицы никаких патологий, дна глазного яблока может быть не обнаружено. Проблема именно с поражением части головного мозга. Также вирус может поражать непосредственно зрительный нерв и сетчатку глаза. Поэтому у таких птиц при офтальмологическом исследовании будут обнаружены патологии дна глазного яблока, будут обнаружены патологии зрительного нерва, видимого при офтальмологическом исследовании. И у таких птиц часто может развиваться помутнение стекловидного тела. Внешне это выглядит как помутнение глаза. При этом слепота может быть на оба глаза, либо один глаз может быть поражен. Это также все следствие нейротропной природы борновируса. Собственно, вот такие вот наиболее часто встречающиеся признаки борновирусной инфекции или, как я уже сказал, ганглионеврита птиц. О диагностике, о профилактике лечения и пизотологии этого заболевания я буду говорить в следующих видео. На этом сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok